привет спасибо что зашли ко мне на канал сегодня будет очень очень важная тема скажу так одна из ключевых тем которые вообще нужно знать и понимать чтобы начать конечно таки прогрессировать в тренажерном зале сегодня я хочу поговорить с вами о гармонии роста понимая как его повысить натурально а именно об этом мы сегодня поговорим вы наконец-то начнете расти в зале если бы мне кто-то это сказал когда я начинал тренироваться я был бы очень благодарен этому человеку за то что мне это раскрыл эту тайну потому что почему-то об этом так редко говорится и так гормон роста и как повысить его натурально как с помощью своего собственного гормона роста начать расти как вы думаете почему растут ребята пару лифтеры почему растут профессионалы постоянно потому что используют те или иные способы которые помогают повысить гормональный гормональный фон а именно рост я за сегодня хочу рассказать о том как это сделать натурально и на собственных гормонах грамотно если повышать его начать расти наконец-то таки так вы сейчас едите бутерброд с колбасой с маслицем то отложить его в сторону и послушайте потому что это очень важная тема потом дойдите бутерброд потому что надо набирать массу и так гормон роста и тестостерон да вы наверное знаете что тяжелые тренировки как многие вам наверно говорили делай базу качайся скорее всего вы стараетесь сделать что нибудь в духе пожать штангу он жим на потом например на груди на грудные мышцы потом пойти пожать гантельки или например сначала сделать какую-нибудь тягу штанги в наклоне на спину а потом пойти тренажере добить еще спину тем самым вы думаете что вы повысите себе тестостерон уровень тестостерона и это правильно базовые движения действительно напрягающие организм они повышают уровень тестостерона мы не путайте ребята что есть еще гормон роста и это не тестостерон и говорить простым языком что такое гормон роста то это гормон который заставляет если он если это гормон достаточном количестве в крови во время тренировки он заставляет ваш организм расти активизируются процессы в клетках которые заставляют вас организм расти которые запускают нужные механизмы без этого гормона вы можете годами топтаться на месте не будете изменяться будет становится сильнее возможно выносливее но вряд ли будете расти и вряд ли расстроить свой максимальный потенциал которые могли бы использовать это на мост и так гормон роста если говорить не совсем просто то гормон роста это соматотропный гормон есть препараты на основе этого гормона называется самотропин как-то так по моему я не знаю я никогда этого не пробовал потому что хочу чтобы вы тренировались натурально и сам тренируюсь натурально и хочу показать что натурально можно добиваться отличных результатов так Так вот, самототропный гормон, гормон роста, его очень много, например, когда вы в детстве, когда вы растете и максимально развивается ваш организм. Его просто много в крови, гормон роста. Но постепенно этот уровень снижается с возрастом. И чтобы запускать и повышать гормон роста, нужно создавать определенные условия организму. Итак, ключевые факторы, которые я хочу сказать, как это делать. Первое. Первый ключевый фактор, который повысит вам гормон роста, это тренировки, правильные тренировки. Даже не так. Первое, по важности, давайте распределим. Первое, по важности, это сон. Хороший сон. Второе, это тренировки, грамотные тренировки, которые повышают уровень гормона роста. Третье, это белковая диета. Нужно, чтобы в организме было достаточно белка. Четвертый фактор, это купание в проруби. Об этом я снимал отдельное видео. И посмотрите, если вам интересно. Это также повышает гормон роста. И пятое, это голодание. Вот пять ключевых факторов, которые реально работают, которые я все использую. Которые могут вам повысить гормон роста. Итак, давайте остановимся на этом все поподробнее. Как же это все-таки делать? Итак, тренировки. Чтобы натурально повысить гормон роста тренировками, вы должны создать правильный тренировочный режим. Просто делать базу, базовые движения, да? Смотрите, как здесь. Просто делать базовые движения недостаточно. Гормон роста повышается тогда, когда вашему организму плохо, когда он в стрессовом, находится в стрессовой ситуации. Что я предлагаю? Как повысить гормон роста? Попробуйте приседать со штангой в режиме 15-20 раз. Чтобы появлялось чувство жжения. И чтобы была боль от жжения. Вот это и называется стрессом для мышцы. Именно в таком режиме организм запускает выделение гормона роста. Приседания со штангой должны быть в неполную амплитуду. Вы не должны давать крови выходить с мышцы. То есть, когда вы приседаете, вы не полностью встаете, но максимально низко опускаетесь в присед. Тем самым вы как бы пережимаете доступ, отток крови с мышцы. Отток крови, да. И это заставляет мышцу работать с недостаточным количеством кислорода. Потому что она пребывает, но очень ухудшается, скажем так, движение крови обратно с мышцы. Потому что вы просто пережимаете ее такой техникой приседания. То же самое, если вы не понимали, зачем делается. Люди, некоторые профи, пережимают себе ремнями бицепс, например, когда его тренируют. Вот именно в этом режиме, когда мало кислорода, и когда такие стрессовые условия мышцы, она начинает выделять гормон роста. Но это работает только на крупных мышцах. То есть, например, приседания. Если вы попробуете то же самое сделать для бицепса, пытаться его так с дожжения доводить, это слишком малая группа мышц, и она не будет выделять достаточное количество гормона роста. Вам нужно приседать. Ноги – это большая группа мышц, и выделяется очень много гормона роста. Что нужно сделать? Конкретные шаги я предлагаю делать вам в начале каждой вашей тренировки. Вот просто каждой вашей тренировки. Начните приседать со штангой. Три подхода по 15-20 раз. Примерно должно быть где-то 40 секунд под нагрузкой. 40-50, от 30 до 50 секунд под нагрузкой времени. Ну, примерно это 15-20 повторений. Выставьте такой вес, чтобы в 15-20 повторениях вам было уже больно приседать, чтобы это было сжение от боли. И именно это запускает гормон роста, запускает вот этот ключевой щелчок, который позволяет вам расти, который выделяет гормон роста. То есть, если даже вы тренируете в этот день руки, то сначала поприседайте со штангой, запустите кровь гормон роста, а потом идите качайте бицепс. И ваш бицепс начнет расти. Понимаете? Это, ребятки, очень-очень круто. Итак, поприседали со штангой. Три подхода. Больше ей не нужно. Потому что мы будем так делать каждую тренировку. Я считаю, именно приседания запускают эти механизмы лучше всего. Мало какие группы мышц, например, у меня лично. Такое чувство жжения при выполнении упражнения, как приседания. Я считаю, это идеально для этого подходит. И ваше тело все будет становиться сильнее от этого. То есть, каждая тренировка должна начинаться у вас с приседаний. Поприседали на 15-20 раз. Три подхода. Где-то примерно 30 секунд-60 секунд перерыв между этими подходами. И таких три подхода сделали. До жжения в каждом подходе. Все. Вот это ключевой момент, который я начал делать, позволил мне набрать 15 килограмм за год. Не обжираясь. Просто правильно используя свой гормон роста. Теперь, если вдруг вы в течение тренировки почувствовали, а ну даже вы почувствуете, как становитесь как будто мощнее, что ли, да, после такого. Если в течение тренировки вы чувствуете, что вам как-то падает вот эта мощь, да, вы можете сделать очень крутую штучку. Вы можете пойти, еще раз повесить себе там свои 60-70 килограмм на штанге, или сколько вам нужно, чтобы присесть 15-20 раз. Посередине тренировки идете и приседаете еще один такой подход на приседания на ноги. Опять повышаете гормон роста тем самым и идете тренироваться дальше. И это круто, ребята. Это работает. Это очень крутая штука. Так. С приседаниями, я думаю, понятно все. Это ключевой фактор, как повысить гормон роста в зале натурально. Не используя никаких препаратов. Свой собственный гормон. На своих собственных гормонах можно отлично расти. И чем менее вы тренированы, чем менее вы тренированы, тем круче. Потому что организм будет отвечать лучше на эту нагрузку. Потому что если вы уже очень тренированы, сложно заставить выделять такой стресс. Но можно. Подбирайте грамотно веса на штанге, и все будет получаться. Итак, это первый фактор. Я хочу на каждом подробнее становиться, но довольно быстро все-таки пробежаться, чтобы сильно много информации вам не давать в одном видео. Но ключевое я расскажу в одном этом видео. Только понимая это, вы начнете прогрессировать. Всего-навсего один видеоролик. Итак, второе. Сон. Это просто анаболический фактор. Это у меня уже было первое, да? Ладно, хрен с ним, пусть будет второе. Сон будет, пусть вторым фактором. Сон это очень важный фактор. Но я бы, наверное, сказал все-таки, что он важнее, даже чем приседания и тренировки. Потому что если вы даже хорошо поприседаете, мышцы растут ночью. И если вы плохо спите по каким-то причинам, вам это, ребята, нужно очень срочно наладить. Нужно наладить эти процессы. Потому что гормон роста, процентов 80 гормона роста выделяется именно ночью, когда вы спите. Через час после засыпания выделяется гормон роста. Смотрите, что здесь вообще, блин, лиана какая-то. Тарзанки. Блин, здесь, конечно, крутяк. Вообще, посмотрите. Обалдеть. Значит, приседания. Номер один. Второе, это сон. Вы должны спать. Все индивидуально, конечно. Ну, не менее, я думаю, 7,5 часов. То есть, хороший, нормальный сон. И не более 9 часов, я бы так сказал. Потому что если вы будете слишком много спать, это тоже будет плохо. Но спать вы должны достаточно. Я бы посоветовал вам купить вот такую штуку себе. Вот, да? Разных фирм они бывают, которые контролируют ваш сон. Она следит за тем, как вы спите. Вы можете спать, например, 7 часов, но реально из них вы толком не спите. Просто ваше качество сна плохое. По разным причинам. Может, вы много за компьютером сидите или еще что-то. То есть, вам нужно разобраться в вашем сне. И почему вы плохо спите. Это очень важно. Наладьте свой сон. Не обжирайтесь на ночь, например, углеводами. Не обжирайтесь. Вообще их постарайтесь за часа за 3 до сна уже не употреблять никаких углеводов. Постарайтесь дать на ночь белка. Это очень важная штука. Если вы дадите на ночь нормальное количество белка, а я советую давать медленного белка на ночь, например, творожок, да? Это просто идеальный выбор. Творожок, он, это медленный белок, и он усваивается около 8 часов. То есть, ночью, когда организму нужно расти, он будет получать этот белок с творога. Я сейчас очень крутые штуки вам расскажу, ребятки. Конечно, наверное, про творог все знают уже, да? Но, возможно, вы не понимали, как это работает. А это нужно для гормона роста, который будет выделяться ночью. Итак, творожок на ночь. Перед сном только белковая пища, не углеводная. За 3 часа до сна никакого углевода, только белки. И хороший сон. Итак, третий фактор. Третий фактор – это просто белковое питание. Само по себе достаточное количество употребления белка в пищу вызывает нужный гормональный фон в организме. То есть, способствует тому, чтобы у вас анаболические процессы протекали отлично. Анаболические процессы – это означает, что ваш организм растет. Катаболические – это означает, что он разрушается. То есть, наша задача – создать состояние анаболизма в организме. То состояние, когда мышцы активно растут. И для этого нам, как бы вы не хотели, но белок нужен. Я обхожусь абсолютно без протеина покупного. Просто котлетки куриные, котлетки с говяжьей. Просто обычное питание, обычно хорошее питание. Из еды я получаю достаточное количество белка. Я вообще не употребляю протеиновые коктейли. Я не говорю, что это плохо. Просто мне получается нормально питаться, и я обхожусь без протеина. Просто по его цене я могу взять продукты, которые содержат, помимо протеина, еще и другие вещи полезные. Например, полезные жиры. Например, тот же творог. Я предпочитаю больше это. Вы же, если, допустим, у вас не получается нормально питаться, покупайте протеин. Это работает. Если у вас есть свободные на этот день, пожалуйста, покупайте протеин. Я просто это не использую. Мне хватает. Итак, белковое питание, качественное белковое питание, у вас должно быть нормальное количество белков в организме. Но не больше и не меньше. То есть достаточное количество белков. Это позволит вам создать ту самую среду в организме, которая позволит вам расти. Значит, третий фактор – белковое питание. Четвертый фактор – купание в роруби. То, что я уже рассказал, да? На эту тему я снял отдельное видео. И купание в роруби вызывает сильнейший стресс для организма. То есть организм думает, что... Организм думает, что он может умереть, например. Понимаете? То есть из-за того, что переохлаждение идет резкое, для него это сильнейший стресс. Он не знает, что вы это делаете специально. Для него это просто вот... Включаются все резервы, и он пытается что-то делать, да? Чтобы просто выжить. Выделять нужные гормоны. И их целый коктейль гормонов в момент купания в роруби. Я просто моржую. Поэтому я знаю об этом способе. И один из этих гормонов – гормон роста. Про это есть отдельное видео. Если интересно, смотрите у меня на канале. Поехали дальше. Пятое – голодание. Да, действительно, если вы решили начать голодать, действительно, в моменты голодания организм выделяет гормон роста. И даже есть такая штука, когда вы выходите из голодания, вы можете набрать лишний вес. То есть люди, которые пытаются похудеть с помощью голодания, ну, идея так себе. Потому что, скорее всего, вы потом на компенсаторных механизмах наберете больше, чем вы были до голодания. Но оздоровите свой организм момента голодания. Голодание – это крутая штука. Этому нужно учиться. Это не просто вот взяли и перестали есть. Это нужно делать правильно. Правильно заходить в это состояние голода. Правильно с него выходить. И этому нужно учиться. Я расскажу, как я делаю это я. Потому что я считаю, если вы тренируетесь тяжело с тяжестями, если вы атлет, который, так сказать, тяжести, то голодать для вас опасно может быть. Потому что вы должны давать организму питательные вещества. Если вы потренировались тяжело и решили поголодать в тот же день, ребята, у вас организм просто съест свои собственные мышцы, чтобы выжить. Поэтому вы можете попробовать голодать, как делаю я. Примерно раз в неделю, раз в неделю, я убираю полностью BCAA, полностью убираю аминокислоты. Об этом есть у меня отдельное видео. Почему я это делаю? Это сейчас не буду рассказывать. Почему? Просто убираю BCAA, убираю аминокислоты. И утром просыпаюсь. То есть я поел последний раз вечером перед сном, да? Я утром просыпаюсь и просто пропускаю завтрак. Все. Вот и все голодание. Я пропускаю завтрак и иду на работу. И я, например, могу поесть уже в 2 часа или 3 часа дня первый раз. Вот такое полусуточное голодание. Но если по часам посчитать, допустим, если я последний раз поел в 10 часов вечера перед сном, на следующий день это уже 10 часов утра, это уже 12 часов без еды и плюс еще до 3 часов дня, то сколько это получается? 16, да? 15 часов без еды. Какой 15? 12 плюс 5, 17 часов без еды. 17 часов без еды, это очень много. Это и есть голодание. Такой лайтовый режим, скажем так. И это очень полезная штука. Оно помогает в том, чтобы организму избавиться от того, что ему не нужно. От ненужных клеток вывести это все, очиститься. Я советую не просто голодать, да? Есть такое понятие, как сухое голодание. Есть такое понятие, как влажное голодание, влажный движ. Вы должны... Я как делаю? Я пью воду. Я покупаю водичку, минералочку, да? И на этой водичке я сижу. То есть где-то полтора литра воды я выпиваю за вот этот день, когда не ем. Потому что совсем не пить, ну это совсем уже тяжело, понимаете? Вот. Какую советую покупать водичку в этот момент? Водичка, так называемая гидрокарбонатно-натриевая водичка. Если говорят простым языком, это пищевая сода, да? По вкусу она такая солененькая. Это как, я не знаю, просто фирма, у вас, наверное, на всех городах разная же вода, у вас там какая-то своя продается. Она на вкус, она не написана, она лечебно-профилактическая, вода, вот что-то в этом духе. Она минеральная и она... Нужно брать именно минеральную воду, то есть газированную. Не газированную не покупайте вообще. На этой водичке, лечебно-профилактической, вы сидите целый день. Ничего не едите и сидите на водичке. И это будет запускать вам гормон роста. И я хочу сказать, вы не потеряете лишние какие-то килограммы там из-за этого. Я так делаю и после этого я наоборот набираю еще килограмм где-то в течение следующей недели. Может там килограмм или меньше, но я набираю вес, он точно не падает у меня после этого. И все. Не мучайте себя суточными голоданиями, двухсуточными голоданиями. Нам это, для людей, которые таскают тяжести, это не совсем подходит такой режим. Вот. Все. Пять факторов я рассказал. Первое. Тренировки. Второе. Сон. Третье. Белковое питание. Четвертое. Можете использовать прорубь. Пятое. Это короткое голодание. Эти факторы помогут вам повысить гормон роста. И вы начнете наконец-то расти, ребятки. Вы начнете расти и будете здоровы. Потому что, забыл сказать, зачем вообще нужен гормон роста организму. Помимо того, что он запускает вот эти факторы роста, это еще, если, допустим, вам от 20 до 25 лет, это, например, запускает механизмы роста костей. То есть вы просто вырастите, не то что мышцы ваши, вы вообще вырастите, вы даже выше можете стать. Из-за того, что будете грамотно использовать свой гормон роста. То есть оно влияет даже на зону роста костей. Если это возраст, например, уже, я не знаю там за сколько, за 60, например. То есть когда вот в том возрасте, когда уже органы теряют свою структуру, гормон роста помогает, вызывает, скажем так, повторный рост внутренних органов. Звучит, конечно, жутковато. Но это означает, что организм сам восстанавливает свои внутренние органы, которые уже повредились с возрастом. Да? Вот такая интересная штука. В целом, это просто очень полезный гормон. И он нужен нашему организму в нормальных количествах. В натуральных количествах вы его не сделаете так много, чтобы это как-то вам навредило. Поэтому можете из-за этого вообще не заморачиваться. Если те люди, которые потребляют его искусственно, они растут, блин, от всего, что хочешь в зале. А нам нужно будет из-за этого приседать, вот, например, со штангой, каждую тренировку. Даже если вы пытаетесь потренировать бицепсы или грудные мышцы, начните тренировку с приседаний. Поверьте, это работает. Это работает и очень круто работает. Нам мы вынуждены натурально больше пахать. Да, действительно, нужно больше пахать. Если бы вы просто себе его вкололи, например, да, вам бы не надо было делать эти приседания тяжелые в начале тренировки. А так приходится, да. Но результат, конечно, в итоге будет гораздо круче у вас. Гораздо круче. И еще хочу сказать вот напоследок одну такую важную штуку, потому что мне уже надо бежать. Приседая со штангой, с практикой, я просто постоянно это делаю, да, и знаю, с чем вы столкнетесь. Когда вы приседаете на 15-20 раз, идет жуткое состояние, жуткое ощущение боли, да, оно вот жуткое, я прям сказал так. В общем, ощущение кислоты с Женей, ну, действительно, больно и неприятно. Честно, я просто не люблю этот режим тренировочный, но он работает, блин. Вот это вот Женя, я не переварю, но оно должно быть. Это именно то, что нам нужно. Но, один нюансик. Если вам вдруг становится как-то плохо в момент этого, или начинает даже болеть голова, или... То есть чересчур плохо вам становится, особенно если начинает болеть голова, то, возможно, нужно вам сбавить немножко вот этот режим и не доводить до такого жжения. Ну, делайте, допустим, на 15 раз, не на 20 раз, да. Из-за того, что вы пережимаете вот так себе вены, когда вы приседаете, да, вы не полностью встаете, но полностью садитесь. Это напрягает сердечно-сосудистую систему. И если вы чувствуете себя плохо в момент этого, если реально начинает болеть голова, то не надо делать через вот это все, через боль в голове. Это... Голова болеть не должна. Потому что это тяжело для сердечно-сосудистой, и делайте это аккуратно, пожалуйста. Все. Надеюсь, вы досмотрели до конца. Постарался максимально сжато все рассказать. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много крутых, интересных штук. Я буду делиться со всеми, всеми своими секретами. Потому что хочу, чтобы вы добивались крутых результатов натурально, понимаете. Вот такая у меня цель. Все. Удачи, спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok